Всем привет! Сегодня коротко разберем новинку патча 0.13, пистолет Glock 19x, который могут вовсе не заметить и пропустить, так как пистолеты в игре не популярны и используются только для выполнения соответствующих заданий и редко как второстепенное оружие в дополнениях к снайперской винтовке. Использовать их как дешевое оружие для заработка денег не совсем удачная затея, так как есть альтернативы намного эффективнее и при этом не намного дороже, а также некоторые пистолеты можно использовать для фана или челленджа. А перед началом выражаю благодарность подписчику на Boosty с ником Maestro за подписку третьего уровня. Расширенная версия данного материала доступна подписчикам на Boosty, в ней речь пойдет об истории создания данного пистолета, особенностях и сравнении с внутриигровой моделью. Пистолет Glock 19x продается на втором уровне лыжника за 22 тысячи рублей, в свою очередь Glock 17, который является упрямым и не только конкурентом. Подробнее об этом рассказано в расширенной версии. Можно уже купить на первом уровне у механика за 15,5 тысяч, что однозначно плюс в сторону выбора Glock 17. Если сравнивать технические характеристики этих двух пистолетов, то Glock 19x выигрывает совсем немного. У него чуть выше эргономика, лучше точность, ниже вертикальная и горизонтальная отдача. По внешнему виду это два очень похожих пистолета, ведь это все же Glock. Первый только выполнен в песочном окрасе, так называемый койот. В остальном какой-либо заметной разницы не наблюдается. В плане тюнинга Glock 19x довольно сильно проигрывает не только Glock 17, но и многим другим пистолетам. В частности, отсутствует возможность установить глушители и компактные коллиматорные прицелы, что конечно непривычно, но зато данный пистолет привнес еще три новых магазина на 19 патронов. Им штатно в игре комплектуется Glock 19, как и в реальности, тогда как Glock 17 в качестве базовой использует магазины на 17 патронов. Дополнительно появились магазины на 24 и 31 патрон, которые соответственно можно устанавливать как в пистолеты Glock 17, Glock 18C, так и в пистолет-пулемет Крис Вектор и СТМ-9, что однозначно плюс. А также уже имеющиеся магазины на 21, 33 и 50 патронов можно устанавливать в Glock 19x. В реальности у него был один недостаток, к нему не подходили магазины от пистолетов семейства Glock пятой генерации. Ну а что же в игре, какого пистолет в плане эффективности? Тут конечно все неоднозначно, сам пистолет по себе неплох, при стрельбе довольно комфортен, отдача приятная и мягкая, так сказать на уровне пистолета в калибре 9х19 мм. И благодаря наличию магазинов высокой емкости, я разместил его в импровизированном рейтинге повыше многих. Данную таблицу можно найти в моей группе ВКонтакте, на которую я рекомендую подписаться, в ней много подобных материалов. И вот такое я вижу его место в иерархии пистолетов, если сравнить только с теми, что есть в своем классе, особенно в калибре, так как оружие по сути слабое и годится только, если использовать как вторичное на бронебойных патронах. Например, устанавливаем один магазин повышенной емкости, например на 24 или 33 патрона, заряжаем бронебойными АП-6 и 3 и используем совместно с болтовой винтовкой. Если использовать оружие для фана либо челленджей, то есть варианты в классе поинтереснее и эффективнее, в том числе еще и дешевле, например тот же Глок-17. Для вторичного оружия лучше как по мне взять пистолет-пулемет, будет все это обходиться конечно дороже, но зато эффективнее, даже если использовать по СТГЖ патроны, а вот пистолет на них очень слаб. Даже в борьбе с ботами возникают проблемы и приходится их уничтожать практически на упоре скоростной стрельбой, тратя много на них патронов, так как в последнем обновлении они активно отказываются погибать даже от пары попаданий в голову от гораздо серьезных боеприпасов, что тогда уже говорить о ПСТГЖ, который даже на ранних этапах игры показывает себя с не лучшей стороны. Если на пистолетах-пулеметах это еще не так заметно из-за их скорострельности, то вот при использовании их в пистолетах уничтожать противника будет крайне сложно. Что при скоростной, что при одиночной стрельбе на дистанции 20-30 метров, несмотря на удобные прицельные приспособления, стрелять все же некомфортно из-за высокого подброса оружия. Поэтому, несмотря на то, что оружие красивое, рекомендовать попробовать я его не буду. Лучше взять Глок-17 или ПЛ-15, на мой взгляд, из схожего калибра они будут поинтереснее. В этом всем есть, правда, один плюс. Появились новые магазины высокой емкости, а в остальном пистолет, хоть и не худший в классе, но лучше на него свое время не тратить, и был добавлен в игру просто для количества, так как ничем особенным он не выделяется, кроме своей популярности на гражданском рынке. А на сегодня всем спасибо за просмотр и поддержку канала, и не забывайте про подписку, так как дальше будет еще много чего интересного. А также напоминаю, что у меня есть резервные страницы на дзен и рутуб, а также вконтакте, где все видео дублируется. И также огромное спасибо подписчикам на Boosty. Все ссылки, как всегда, будут в описании под видео. И скоро увидимся в новых обзорах. И всем пока!